В этом году мы собрали рекордное количество ПК для нашей акции продуктов питания, и средств личной гигиены. По всему району это было почти две тонны, только по городу Винное мы собрали почти одну тонну. И в этом, конечно, за этим стоит большой и большой труд именно тех, кто побуждал людей к щедрым покупкам. В организации проведения «Недели доброты и щедрости» приняли участие представители множества общественных и коммерческих объединений, а также волонтеры и неравнодушные жители. Адресную помощь получили все благополучатели общественных объединений. Инвалиды, больные с сахарным диабетом, многодетные семьи, военнослужащие, уволенные в запас и отставку, ветераны войн и военной службы. Такого еще не было никогда. Наши инвалиды, которые остро нуждающиеся, которые лежачие, и им просто необходима эта помощь, они адресно. Мы сидели и каждого обзванивали и спрашивали, вам нужны памперсы или пеленки или еще что-то конкретное, индивидуальное. Наиболее активных участников акции наградили благодарственными письмами главы района, среди которых была и член молодежного совета при главе Ленинского района Дарья Филатова. Именно она подключила к акции юных волонтеров, без чьей бескорыстной помощи подобное мероприятие сложно было бы провести. Всего в «Недели доброты и щедрости» приняли участие 59 учащихся школ и представителей территориальных советов молодежи. Я была организатором уже во второй раз и по личным ощущениям могу сказать, что пусть это очень сложно, действительно сложно и стоять на точках, приглашать людей к участию в акциях, но все равно получаешь действительно такой заряд, когда люди первый день прошли мимо, спустя два дня приходят и уже кладут и деньги, и какие-то продукты, и действительно понимаешь, что это делается все не зря. Затем председатель районной организации инвалидов-диабетиков Елена Воробьева рассказала о том, как зародился инициированной общественной палатой социальный проект «Мамы особенных детей». Она отметила, что такие мамы крайне нуждаются во всесторонней помощи и поддержке, ведь именно благодаря их круглосуточной заботе и уходу особенные дети действительно живут, а не выживают. В рамках «Недели доброты и щедрости» мамы таких ребят смогли совершенно бесплатно посетить салон красоты и фитнес-клуб. Этот проект получил старт в «Неделе доброты и щедрости», он будет продолжаться. Мы будем работать над его развитием, то есть с мамам необходима работа и психолога, и совместные встречи какие-то, приятные какие-то мастер-классы. Ну а благотворительную эстафету продолжит акция «Исполни детскую мечту», которая пройдет 22 декабря в торговом центре «Ларец». Любой желающий может стать Дедом Морозом для ребенка-инвалида или детей из малообеспеченных семей и приготовить свой новогодний подарок. Гостей акции ждут мастер-классы и выступления творческих коллективов. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.